Одна из главных задач, которую ставит городское руководство – сохранение памяти о наших земляках, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим на протяжении последних лет основные мероприятия касались реконструкции мемориального комплекса, возведенного более 40 лет назад. Благодаря проведенной работе парк Победы заметно преобразился. Отреставрированы стелы с именами погибших и памятник солдату. Выложена тротуарная плитка аллеи героев, вдоль которой появились боковые дорожки. Повсюду сооружены клумбы и установлены скамейки. Реконструирован фонтан, а территория возле него выложена плиткой. Осталось лишь отремонтировать зону до монумента танк. Глава города Александр Кузнецов отметил, что в рамках юбилейной даты стоит задача – завершить работы по благоустройству мемориального комплекса. Сумма оценивается в пределах трех миллионов, чуть больше. Эта сумма будет складываться таким образом. Мы заложили один миллион рублей в городском бюджете. Планируем, что приблизительно такая же сумма будет получена по одному из грантов. Это или конкурс по благоустройству, или же за определенное призовое место в рамках социально-экономического развития, подведения итогов. Ну и, значит, один миллион рублей или в рамках фонда, или по программе «Народная инициатива», которую, в общем-то, губернатор одобрил и, скорее всего, она будет действовать в этом году на территории нашей области. В столь необходимом деле не обойтись и без участия уваровцев. Добровольные пожертвования жители могут вносить во внебюджетный фонд «Великой Победе 70 лет». В рамках проведения торжеств уже начал свою работу оргкомитет, куда входят представители сферы образования, культуры и молодежной политики. На совещании, которое прошло в городской администрации, говорилось о том, что программа празднования и юбилейной даты обещает стать насыщенной и яркой. В этом году впервые мы будем проводить на территории нашего города всероссийскую акцию «Бессмертный полк». В этой связи хочу сразу объявить всем жителям нашего города, что все те, кто хотят примкнуть к участию в этой акции, можно обращаться в отдел образования, там будут высказаны единые требования. Но именно накануне Дня Победы, 8 мая, когда будет у нас вечером шествие памяти, мы пройдем с фотографиями наших дедов, прадедов и вспомним поименно всех погибших или умерших после войны в годах участников Великой Отечественной войны. Основная часть праздничных мероприятий состоится 9 мая. Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в нашем городе будет ознаменован чередой тематических мероприятий, чтобы празднование юбилейной даты надолго запомнилось всем жителям и гостям города. А память о подвиге нашего народа всегда сохранялась в сердцах будущих поколений. Ирина Мерзлякова, Вадим Полосмин, НашГород.